здравствуйте дорогие друзья вы на канале у светланы лоди сад и сегодня в светелке сегодня в светелке хочу вам поднять немножко настроение вот таким красивым цветочком который я не оставила спать в подвале потому что плохо себя чувствовала это фуксия но до чего она мне понравилась летом вот уж когда не махровая фуксия может сразить тоже на повал посмотреть какой у нее необычный цветок вот такой чашка такая прямо раскрывается раскрывается очень сильно верхние лепесточки загнуты и называется такая фуксия вдруг кому-то не синг тетра сейчас я прям вам покажу как она называется вот так не синг тетра вот крупные бутоны у нее и слава богу что она у меня не умерла а начала цвести и нам поднимает настроение но сегодня не о фуксиях дорогие друзья а сегодня начинаю рубрику или несколько видео с целью рассказать вам о средствах борьбы с болезнями и вредителями и стимуляторами то есть про садовую аптечку вы меня очень очень много просите конечно такие видео есть на моем канале и даже не одно но все равно сегодня начну с биологических средств борьбы с вредителями потому что сейчас мы с вами в основном находимся дома и травить тут химии иногда даже не будешь у кого аллергия у кого дети кошки собачки так далее но если вы черенгуете да у вас есть и комнатные цветы и немножко помочь растениями биологическими средствами я это все сохраняю сушу благополучно потом использую на огороде ну во первых сейчас сезон чего сезон апельсин мандарин а также там киви вот можно обнаружить корочки киви может быть яблоки кто срезает кожуру все это дело я вот в такой коробке я уже вам показывала просто обычная коробка чуть-чуть салфеток наклеила это не особо тут знаете подгоняла просто чтобы он посимпатичнее вот так она стоит на батарее и в ней сушится вот это все добро я вам уже показываю не один год что вот это все добро я закладываю в межи как ну не в межи а в лунке при посадке картофеля и здесь в данном случае вот это все добро является органикой то есть удобрение для моей почвы но кроме того так как апельсин и мандарины вот здесь в корках своих тоже содержит очень много витаминов а кроме того кроме того содержит очень много фитоцидов они кое-то мере еще являются и средством борьбы с болезнями если хотите и с вредителями но то что проволочник из года в год употребляет вот это вот дело вернее запах чувствует запах он уходит и это не голословно и об этом я уже тоже говорю это проверено многие не верят в эти бабушкины методы или методы биологические или в методы такие натуральные и говорят что это ерунда честно вам скажу не ерунда если это делать систематически то это все очень даже помогает так как у нас большая семья все едят апельсин и мандарины все все сушат и несут мне я вот сушу свое потом вот эту коробочку я иду в теплице бочечка с крышкой чтобы туда не привлекать никаких мышей я это все вываливаю в сухом виде и закрываю крышкой ничего не случается уверяю вас если хорошо все просушено не плесневеет ничего не будет крышка тоже должна быть такая достаточно крепкая и вот из года в год закладывая мы уже заметили проволочка практически нет ну и и там единичные экземпляры это ближе к межам то есть не любит он так как это начинает разбухать запах появляется и тем самым отталкивает его и многих других вредителей это проверено поэтому не надо это игнорировать и говорить там писать мне писали что это чепуха не чепуха если вы сделаете однократно и забыли еще на пять лет до это чепуха но если вы будете делать это систематически закладывая в любые в любые теплые гряды вот данные тут ингредиенты то это не чепуха аккуратнее с картофельными очистками многие тоже сушат я уже рассказывала свое чудо которое со мной произошло насушив картофельных очисток я их заложила в огуречный парник якобы огурцы очень это любит крахмал и все такое так вот там было миллион проволочника не забывайте о том что это будет страшная приманка для проволочника то есть здесь тоже подходить надо грамотно и так вот первое средство борьбы также можно что делать настаивать корки также как я сейчас буду вам рассказать о других двух ингредиентах и прыскать на растения свои но это надо делать систематически очень часто потому что это биологические методы которые не такие как химия однозначно с первого раза они не будут в общем-то там убивать наших насекомых и так это вот про это не забываем слушаем все и используем на огороде говорю не голословно второе второе средства которые ну об этом уже многие знают но вдруг не знаете тоже биологически активные эти средства это луковая шелуха про нее много говорят а вот почему-то про чесночную шелуху говорят намного меньше а на самом деле то и то средства великолепные так все-таки лук от болезней и вредителей или лук как стимулятор не лук а луковая шелуха я думаю что вы это уже сушите я сушу это отдельно вот от этих корок сушу отдельно сюда вместе не складываю потому что вот эта шелуха сейчас у меня вообще будет работать зиму очень даже хорошо вот смотрите почему куча витаминов в вообще очень много витамины группы b никотинки много луковой шелухе и это конечно же нам только на пользу то есть это ну растение будут получать витамины что еще есть фитонциды из-за которых и пахнет лук и также чеснок огромная ну сила здесь фитоцидов и это носит все эти и те шелухи антибактериальное действие у все патогены все-таки убиваются что еще здесь много вот у лука определенный цвет да или там желтый или красный это вещество которое называется кварцетин вот придает луковой шелухе такой цвет тоже обладает бактерицидными свойствами но если разбираться вот эта шелуха это и как раз и обладает и бактерицидным действием да и средством от вредителей и и как иммуномодулятор то есть как стимулятор вот почему он очень важный и уничтожает там разные вирусы на растениях и грибки патогенные грибки как же и для чего я вот это все дело собираю и еще важно что это все биологически экологическое чистое и удобрения и средства борьбы что хочу вам сказать не думайте что это панацея вот у многих написано вот один раз по сделаете не поможет один раз и два не поможет эти все средства надо использовать по периодически с каким-то интервалом все это записывать и делать на протяжении всей зимы давайте разберемся от чего помогает во первых луковая шелуха вот как я и сказала борется с вредителями такими как тлей но пишут что паутинным клещом различными щитовками но вот эта шелуха то есть от чеснока она еще более эффективна в борьбе с вредителями а еще даже более эффективно не только шелуха но и зубчики чеснока если везде прочитаете то что на трипса действует великолепно это точно концентрация должна быть большая вот такие зубчики чеснока нужно измельчить ну там как-то их мелко-мелко там мясорубки еще где-то и настоять я сейчас вам не буду говорить о том как какой должен быть настой потому что не пользуюсь сама это очень достаточно крепкий раствор мне жалко там полкило чеснока тратить на это но вот эти все скорлупы пенсия собираю отдельно чешуйки отдельно вот прям тут чищу вот такую маленькую корзиночку и потом использую для настоя настой должен быть очень крепкий и так паутинным клещом не знаю чтобы боролась вот это потому что его даже химии не знаешь как изничтожить но для профилактики делать от всего всех этих вредителей необходимо для профилактики все-таки здесь вот эти вещества и горькие при настое получается вредители не очень любят это однозначно если у вас много клеща вот эти препараты вам не помогут но если ну от я писи не пессимист ну говорю вам честно а если у вас еще как-то вам кажется что с листиками не то и что-то вам не нравится то препараты могут действовать в ряде как профилактический пользу на постоянно а что значит постоянно раз в неделю второе от каких болезней помогают эти препараты помогает от черной ножки проверено однозначно по и помогает от гнилий особенно при корневых действительно помогают от мучнистой росы везде написано от мучнистой росы не заметила что помогает ну вот если будете читать увидите вот а вот от перечисленных от прикорневых гнилий да действительно потому что бактериальное действие и сразу убивает вот если вы видите на бегонях там или где-то на пеларгоне кстати говоря сейчас такие темно-коричневые вмятинки пятнышки начинаются на стебле то обрабатывайте еще раз говорю повтор повтор и повтор можно каждый если увидели саму болезнь или вредители можно каждые три-четыре дня обрабатывать если для профилактики раз в неделю и так от болезней от вредителей ну и так как много витаминов здесь и здесь то естественно это будет как стимулятор стимулировать растения на хорошую вегетацию на так как сейчас стресс у растений и жар где-то жарко где-то сухо где-то мало маленькая освещенность вот это все будет помогать растению как и любые другие препараты стимулирующие для развития так что получается тогда когда мы делаем вот эти настои или отвары кто что делает получается что здесь баковая смесь три в одном и от вредителей и от болезней и как стимулятор теперь как это все сделать тоже очень много в интернете найдете способов как делаю я беру какую-то баночку побольше там допустим пол-литровую и надеваю ее хорошо ну или допустим эту можно взять только луковую шелуху можно взять только чеснок а можно взять пополам мне кажется что это самое оптимальное вот эти вот палочки чесночные вот ее крепко набивают концентрация будет достаточно сильная сколько влезет баночку только и набиваем все надеваем и заливаем крутым кипятком скипятили воду заливаем вот им кипятком закрываем крышку можно закутать сделать такой настой и пусть у вас сутки это все настоится сколько здесь получится там с пол-литровой банки получается ну грамм может быть 300 потому что она усядет настоится и затем раствора ну допустим стакан вы берете этого настоя и разбавляете двумя стаканами обычной отстойной воды вот и получился у вас раствор почему я делаю маленькую баночку потому что я делаю вне корневую обработку растений то есть обрабатываю по листу и мне достаточно там будет этого получается примерно там грамм 700 около литра мне достаточно этого литра обработать все растения потом снова лучше сделаю можно после того когда вы вылили еще раз залить кипятком сутки настояли и потом уже не разбавляя вот этой водичкой ну полить какие-то больные на ваш вид растения уже под корень а я иногда снова заливаю и выливаю там 10 литровую канистру и поливают цветы раствор будет не очень концентрированный не токсичный никакой и пусть получают как бы питание и через корневую систему надеюсь все понятно то есть один стакан отвара разбавляем прибавляем два стакана воды то есть получается один к трем или к двум до 2 и 1 получается три части и опрыскиваем можно полить под корень все то же самое потом второй раз заливаем кипятком и оставшийся раствор ну который опять настоится он будет не такой концентрированный я выливаю в 10 литров и поливаю растений вот такая история с биологическими средствами которые бесплатно совершенно бесплатно но работают эффективно я не буду вам говорить сейчас что я пользуюсь только этим и не пользуюсь какими-то другими средствами нет я постоянно меняю препараты об этом буду рассказывать вам следующих видео о препаратах от болезни от препаратов от вредителей и стимулятором химическими которых у меня тоже много почему сейчас про эти еще раз повторяю потому что сейчас это происходит все дома в основном до дома они в теплицах и на улице мы сейчас работаем этими препаратами потому что сами дышим в этим всем вот я в светелке здесь сижу долго долго но не сижу долго работаю поэтому не хочу там обработывать чтобы тут дышать могу даже этими препаратами обработать и также продолжать здесь что-то делать а вот химии тогда только надо на ночь потом все проветриваю ну просто это тоже не хочется а если еще но светелки я могу например и не приходить а если вы живете дома то это очень тяжело тогда надо если химии поставить как-то в ванну все это обработать чтобы это все проветрилось и так живем в химическом веке наверно поэтому может быть для дома вот сейчас эти препараты и эффективны важны и полезны и не забываем про это но только не забывайте про чеснок потому что в основном про чеснок говорят меньше а он может быть даже от вредителей более эффективен чем луковая шелуха вот это сегодня начало садовой моей аптечки биологические два препарата даже не два три препарата если вы сделаете настой из апельсинов точно так же стакан апельсинов заливаем кипятком крутым также настоим а потом все также разбавим это же можно обработать все ваши растения а если вы будете менять постоянно да то будет только эффективнее спасибо всем за внимание вот такое начало нашего наши с вами беседы задавайте вопросы спрашивайте нужно ли видео про то как я это все еще компостирую и подготавливаю такие всякие отходы для весны для теплых рядок тоже расскажу хотя видео много о моем компостер и так называем подписывайтесь на канал будьте со мной чтобы дальше не пропустить всю ту химию которую я буду рассказывать который у меня есть ставьте лайки и всего всем доброго